В своей автобиографии вы пишете «Здесь, в Израиле, я смог воочию убедиться, что самая гениальная выдумка антисемитов – это миф о поголовной умности еврейского народа. Ох, если бы это было так! А что, много евреев, дураков вы встречали в Израиле?» Чудовищное. Чудовищное количество. Вы знаете, мы ведь привыкли здесь, в России, на Украине, что евреи – это чуть лысоватый, простите, в очках, вежливый, младший научный сотрудник, бухгалтер, экономист, инженер в цеху или, скорее, в конструкторском бюро, врач непременно, правда же, учитель. Да, но таких бендюжников, каких я вижу там, и таких людей земли, почвы, я не знаю, диковатых, нагловатых, малообразованных, мы, евреи, оказались, к моему удивлению, поэтому очень трудно было, оказалось, для многих из нас, встреча с родным народом, мы ужасно разные. Просто мы еще из разных стран, и мы все еще разные по культуре, у нас большие еще и культурные, так сказать, различия между еменцем, скажем, и нами, или марокканцем, и нами, или даже евреями из Бухары, евреями, скажем, из Москвы или из Прибалтики. Уже много разницы и всяких различий. И, повторяю, вот на ваш вопрос уже точнее отвечу, дураков безумное количество, причем дураков с еврейским обломом, с категоричностью, жутко активных и так далее. Вы знаете, я хотел бы обрадовать людей, которые, очевидно, будут смотреть вашу передачу, и которые настроены к евреям недоброжелательно, в России это называется общество память, скажем, я не знаю, как называется, у вас существует наверняка. Вы знаете, там в Израиле воочию видишь людей, которые были комиссарами, которые участвовали в продразверстках, которые с горящими глазами слепо строили социализм, убивая по дороге, так сказать, и верша волю партии, и революционное правосудие по их этому самому, по их представлению. Короче, ужасное количество. Знаете, кого? Гениальный образ у Булгакова Швондер. Помните, да? В собачьем сердце. Гениальным, таких дикое количество. Тем не менее, Израиль развивается. Необыкновенно. Огромная держава, очень могучая. Скажите, государственный антисемитизм в Советском Союзе, на ваш взгляд, существовал или он тоже был придуман? Нет, существовал. Вы ощутили это на себе? Да, очень просто. Просто на простом, конкретном примере. Я в 1953 году закончил десятилетку с медалью. Я имел право поступить в любой институт без экзаменов. Это просто собеседование. На собеседовании в энергетическом институте, куда я хотел поступить, меня завалили вопросом, который не дали, как вот я сейчас из Швейцарии еду, не дали, как два дня назад я задавал доктору физики, профессору. А раньше я его задавал зав. кафедры физики нашего Тель-Авивского университета моему другу Марку Азбелю. Не ответил? Я сознательно не представляю тех, которые отвечали. Мне задали вопрос элементарный, но я не мог на него ответить по определению, если я не был подготовлен. А потом я пошел в Баумовский институт. И мне там очень симпатичный чиновник, принимавший бумаги, немолодой, сказал, вы уходите отсюда. Я говорю, вас все равно здесь завалят, и вам будет только неприятно. Я поступил в железнодорожный институт. Я ничего, я об этом не жалею. Но в нашей группе из 30 человек было 20 евреев-медалистов, которых зарезали в других местах. Скажите, сегодня приезжая в Москву, например, вы узнаете Москву своего детства, своей юности? Или это другой город? Это абсолютно другой город. Это державный, невероятно красивый, огромный город. Лужков – великий дом управ. Говорю это на всех перекрестках. Мэр города Москвы – это нечто потрясающее. Вы бродите по Москве или вам это неинтересно? Вы ищете какие-то удовольствия своего детства? Нет, вы знаете, я, естественно, съездил в первые годы на то место, где был наш дом. Двухэтажный барак такой. Там уже здоровое здание. Нет, не брожу по Москве. В основном я пью с друзьями или хожу в музеи. Вот два моих занятия. Вы любите выпить? Обожаю. Какая ваша норма при этом? Вы знаете, раньше была огромная. Вы имеете в виду, сколько можно взять на грудь? Да, сколько вы можете. Ну, раньше мог 0,5. Спокойно. Просто спокойно. Сейчас я уже себя урезываю, да и не очень хочется. Да и жена все время говорит, хватит, хватит. Сейчас уже гораздо меньше. Что вы могли вытворить этакого, когда брали на грудь норму или свыше? Ничего абсолютно. Ничего абсолютно не есть. Какой вы в пьяном состоянии? Не агрессивный. Может, был болтлив, но не мне об этом судить. Дружелюбный, безусловно. Как вы пишете свои знаменитые гарики? Каков творческий ваш процесс при этом? Нету никакого процесса. Это все придуманное. Что-то творческий процесс. Кофе варю, сигарету курю. Если есть какая-нибудь мысль, сижу, сажусь, записываю. Если ничего нет в голове, сажусь, что-нибудь читаю. Чужую мысль украду, залив. Вы пишете в автобиографии, что образование зря не пропало. Я соблазнил свою будущую жену мгновенной починкой выключателя у торшера в ее комнате. После чего мы погасили этот осветительный прибор и перешли к совместному ведению хозяйства. Что продолжается уже почти 40 лет. В семейной жизни я угрюм, неразговорчив, деспотичен, мелочен, капризен и брюзглив. Очевидно, именно поэтому все полагают, что в стихах я юморист, а я типичный трагик. Вы подтверждаете это сегодня? Что трагик? Да, конечно. И все остальные эпитеты, которыми вы себя наградили? Все остальные эпитеты я как бы тоже подтверждаю. Потому что, знаете, надо предоставить место, чтобы жена про такой простор, чтобы жена сказала, вот, наконец-то сказала себе правду. Вот. А трагик, вы знаете, я думаю, что люди, пишущие смешные вещи, от которых люди смеются, они в значительно большей степени трагики, тем те, кто пишут трагедии или надрывные монологи и так далее. Потому что на дне любого смеха человеческого лежит ужасно горький осадок от ощущения мира, от понимания мира. Я думаю, что Бог создавал мир смеясь, и поэтому он такой трагичный. Скажите, кто из поэтов, из русских поэтов разных веков вам наиболее близок? Кого вы считаете действительно гением? Ну, я в разные годы разных поэтов любил. Знаете ли, в том... А это менялось с годами? Очень меняется. Чудовично. Знаете, у меня даже немножко... Я недавно поставил Есенина в машине. Я его обожал когда-то. Я знал его стихов, наверное, 40, 50. Ну, я читал их, завывал. Я наслаждался звуком. Сейчас нет ничего уже прошедший этап. Не хочется называть, знаете ли, Пушкина, Лермонтова, как бы, ну, вот, стандартный такой набор. Ну, это есть. Это безусловно. Есть такое преклонение просто. Но я, на самом деле, в 20 веке, знаете, люблю... Блока очень любил, тоже немножко остыл. Очень люблю Заболоцкого. Я думаю, что, вы знаете, это в русской литературе недооцененный великий поэт. Просто недооцененный. Очень люблю Заболоцкого. Могу его все время читать. Есть, вы знаете, еще один критерий. Очень интересно. Я думаю, что филологи его когда-нибудь опишут. Что ты любил в России, и что ты можешь читать или любишь, уехав. Вкусы очень меняются. Я здесь очень любил Достоевского. Прочел его там, снова могу. Салтыкова-Щедрина очень любил в России. Прочел там, снова могу. А вот Паустовского обожал в молодости. Но, может быть, был большой перерыв. Попробовал читать абсолютно. Не могу даже, стыдно. Как же ты любил? Так что все очень меняется. Любовь к Заболоцкому остается прежней. Кого из писателей, пишущих на юмористические темы, вы можете читать? Сатириков? Это юмористические темы. Не хорошее слово. Это, я думаю, что очень неправильно. Потому, что вы знаете, писатели, у которых юмор присутствует в писании, это замечательно. А люди, которые просто юмористы, ну, это же не писатели. Ну, вот это так для эстрады, так сказать, чтобы потешить. Вы знаете, я очень люблю Дину Рубину. Это замечательная писательница, на мой взгляд. Уже очень много сделавшая. И поэтому у нее, так сказать, десятки тысяч читателей, если не сотни. И сейчас она как бы вот все лучше и лучше пишет. То есть, продолжает писать смешно, продолжает писать замечательно. Но какие-то ужасно разные глубокие слои задевает. Существование уже, бытия. Я ее опорочу любыми высокими словами, потому, что я ее очень люблю. Она настоящая писатель, одним словом. Настоящих писателей сейчас очень мало, потому, что литература превратилась в индустрию. И огромное количество людей, которые грамотно на эту индустрию работают. И вы знаете, женщины очень лидируют в этом. Активные. Активные очень, да. Я выше, у нас все-таки матриархат нам угрожает. Я думаю, это подозревал. Улицкая замечательная писательница. Смотрите. Ну, естественно, люблю Пелевина. Очень мне приятен. Кроме двух последних романов, которые мне уже просто не очень доступны. И поэтому не очень интересны. Они усложнены. На Чапаевой и по статье окончила, и по статье окончилась моя любовь к Пелевину. Надеюсь, он опишет что-нибудь еще. Акунина обожаю. Просто я им благодарен за каждую новую книгу. А что за история с Диной Рубиной произошла у вас в Италии? Когда туристы, которые были там, приняли вас за Пушкина. Это не из Дины Рубиной. Это просто она написала. Расскажите. Это мы с художником Окунем. Нас там нанял один владелец турбюро на совершенно замечательную роль. Мы ездили по Италии, по Голландии, по Южной Франции и по Испании. Четыре было всего поездки. Значит, автобусе человек 30. Перед каждым городом Саша Раскокок Окунь. Он потрясающий знаток живописи. Ну, он преподаватель. Преподаватель, там он такой академик живописи, профессор. Он рассказывал о художниках. То есть, например, наутро мы идем в мастерскую Сезана. А накануне он со слайдами двухчасовую лекцию читает о Сезане. И поверьте мне, по-другому же смотришь художника. Входишь в мастерскую. Запах от этого всего другой. А я рассказывал о писателях и авантюристах. И это было хорошо. Но потом с деньгами стало плохо у этого владельца турбюро. А в Равене мы пошли на могилу Данте Алигери. Долговатая история. Но, впрочем, я в две минуты уложусь. Пошли на могилу Данте Алигери. И я что-то обалдел совершенно. Я к нему с большим уважением отношусь. И пока я, значит, гладил мрамор на отгробе, Сашку и Кунь с женой сбегали за могилу. Нарвали лаврового листа в веток. И сплели мне венок. Я благодарностью принял. А еще поддавшиеся были с утра. И вдруг все обнаружили. Как ходится, да? Ну, для куража только. Не пьяные. Для куража. Потому, что нам вести экскурсию по всей Равене. Бловка там вспоминали. Ты как младенец спишь ровенно, у сонной вечности в руках. И так далее. Там же много россиян еще по Италии ездило. Много написали. Короче, надели на меня венок. И вдруг увидели, что я в виду длинноносия похож профилем на Данте Алигери. Это единственное наше сходство с этим великим поэтом. Да. И я так и пошел. И самое главное, что итальянцы, которых ничем не удивишь. Там же экскурсии каждые две минуты. Они на меня смотрели. Улыбались. И говорили. Данте, си. Данте, да. И вся наша группа ужасно торжествовала. Я даже зашел в сигаретную лавочку. Купил сигареты. И продавец говорит. Данте, си. Засмелся. Ну, как к карнавалам итальянцы привыкли. Вот. А у нас там одна баба. Она изнемогала от желания примениться в английский язык. Она его везде совала. А итальянцам похеру все иностранные языки. Они признают, вот расплатился. Это совсем привитливо. Им кроме итальянского никого не нужно. Страна туристов. И вдруг какая-то женщина сказала. Данте, си. А та, что примениться в английский язык, она говорит. Нет, это известный русский поэт. Все, что она сказала. И тогда вдруг женщина расплылась в улыбке и сказала. Пучкин. И это действительно забавная история. У нас там много было таких. Вы, я знаю, были дружны с Бродским. Что это было за человек? Я не был дружен с Бродским. Сегодня людей, которые дружны с Бродским, значительно больше, чем Бродский видел за всю свою жизнь и читал о которых тоже. Я с ним был знаком хорошо. Хорошо были знакомы. Что это был за человек, на ваш взгляд? Он действительно гений, как вы считаете? Как поэт он абсолютно гений. И тому есть письменное свидетельство. Есть такой был, умер царствие небесное, замечательный человек, Саша Гинсбург, который издал первый самознатский журнал в СССР. Он назывался «Синтаксис». Это был 60-й год. Это был невероятный подвиг. Это было дико интересно. А стишки ленинградских поэтов пяти, сегодня страшно даже имена их называть, такие все знаменитые, привез я. Я был в инженерной командировке, к ним ко всем заходил, просил стишки. Потом, уже много лет спустя, мне Наташа Горбаневская, у которой было много приятелей поэтесса, сказала, что они меня все принимали за стукача. Ну, естественно, приходят, разговаривают и просят. В 61-м году. Но все давали стишки послушно, советские люди. И вот тогда я приехал в Москву с криком, что это гений. Это было время его первых стихов. Это было потрясающе. Я сейчас считаю, что он великий русский поэт. Он очень изменился в эмиграции? Я его не видел в эмиграции. Потому что я когда приехал, он уже был на недосягаемой олимпийской высоте. И я очень хотел бы его повидать. Но это был бы визит как бы просительный такой. А у советских собственная гордость, вы же знаете. Так что я, к сожалению, не позвонил. Очень жалею, что меня гордыня заела.